Русские новости Русские новости, текущие события, текущий придворный вой, поддержку горячо любимого, уже превратившегося в выдала, дорогого Владимира Владимировича. Очередное бессмысленное, беспощадное и лживое послание Федеральному Собранию. Очередные пасквильные рожи, которые показывают по телевидению, которые с восторгом слушают своего хозяина. Или со скукой, потому что прекрасно знают, что все, что будет сказано, не имеет к жизни ровным счетом никакого отношения. И как только заканчивается это послание, по всем каналам радио, телевидения, буквально вой, придворный вой, восторга от того, что хозяин что-то сказал. И есть повод очередной раз лизнуть его ниже спины. Все средства массовой информации заполнены только этим. Смотреть это невозможно. Впрочем, как и само послание, я, честно говоря, давно уже не смотрю то, что говорит Владимир Путин в виде длинных речей, потому что действительно там нет ни слова правды. Ну, я выдержал короткий репортаж, 10 минут о содержании того, что он там сказал. И полчаса посмотрел по первому каналу вот этот поток совершенно горячечного бреда халуев, которые просто вопили от восторга, что в очередной раз им предоставили на первом канале сказать что-то в пользу дорогого Владимира Владимировича. Мне часто говорят, ну зачем ты так часто критикуешь, сплошная критика, ну хоть бы ты в чем-нибудь бы поддержал эти власти. Не могу поддерживать ни в чем, потому что не за что поддерживать. Нет ни одного направления деятельности, которое не было бы провалено Путиным и его командой, и которое хотя бы на какое-то время было бы успешным. Сплошной неуспех от самого начала воцарения после Ельцина до настоящего времени. Сплошной неуспех. А если говорят об успехе, то здесь скрывается на раз вранье. И на этот раз вранья снова было просто выше крыши. Нас, конечно, больше всего интересует тот момент, что Путин втянул нас в эпоху войн, которые Россия будет вести, можно сказать, со всем миром. Потому что у Путина друзей нет нигде. Ни внутри страны нет, внутри страны есть не друзья, а именно вот эти придворные халуи, рабы, которых он с удовольствием нанимает, ну и кто вот любит быть в состоянии раба. И во внешнем мире тоже нет никаких друзей. Друзья Путина это олигархи, на любом уровне. В крайнем случае, если это враги России, то они для Путина партнеры. Вот те, кто хочет величия России, восстановления ее державной мощи, ее экономической мощи, вот этих людей среди друзей Путина и его клики просто не существует. Как вот в текущем моменте отразилась эта путинская шизофрения? Воевать со всеми, кто мог бы быть на стороне России. Создавать себе врагов там, где их не было. Влезать туда, где враждебное отношение к России обязательно усилится. Коль скоро ты своими нечистыми руками вмешался в ситуацию, в которой и так полно всякой грязи. Хочешь извалять Россию в этой грязи? Путин уже извалял. И запустил очередную волну псевдопатриотизма. Потому что это не патриотизм, это любовь к начальству. Когда вы говорите, что слава богу, как здорово наши летчики бомбят Сирию, вы ничего не понимаете в ситуации. Вы не понимаете, какой вред все это наносит перспективам России. Вы не понимаете, что Россия находится в состоянии войны, для которой у нее не было никаких причин. И вот первое вранье Путина. Надо уничтожать терроризм на дальних подступах. Терроризм здесь у нас дома, весь Северный Кавказ пропитан терроризмом. У нас геноцид русского народа осуществляется действиями, не какими-то словами. Вот там ЦПшники тут прицепились к Елене Рохлиной, нашей правозащитнице русской, со словами. Ну давайте расскажите, где тут русофобия. Да русофобия в деятельности вашей, в вашей деятельности правительства Российской Федерации. Того же самого Центра противодействия экстремизму, который не экстремизму противодействует, а русским людям. Чтобы они не сказали, чтобы они не подумали, чтобы они не опубликовали. И как только они начинают критиковать начальство, все, они экстремисты. То есть я экстремист только потому, что я ненавижу этот режим. Во всех отношениях русофобский, во всех отношениях неуспешный. Успешный только для самых подлых воров. Тех, кто сформировал свои капиталы еще в ельцинские времена. Кто из них пошел помер? Один Ходорковский. Гусинский переехал в Израиль, и Ходорковский отсидел в тюрьме. Теперь за счет России он получит 50 миллиардов, которые Путин вот так вот слил, как принято теперь говорить, слил. Слил судебный процесс, где 50 миллиардов долларов теперь Ходорковскому присудят за то, что его там неправомерно, а это действительно было так, его достояние разграбили. Его осудили не за экономические преступления, которые он совершил против России. Его осудили там за какие-то там недоплаченные налоги. А там вся его деятельность была преступна. А почему за это не судили? Потому что надо было тогда осудить, наверное, десятки тысяч того варья, которое было в 90-е годы. И сейчас тоже не судят. Судят предпринимателей, которые создают материальное богатство страны. А вот это вот варье, которое сидит в Кремле, не судят. Не судят. Вот там скандалы с Сердюковым, скандалы с Чайкой, его сыном и так далее. Это все никого не интересует. Это ближайшее окружение Путина, поэтому он всегда будет опираться именно на них, а не на настоящих предпринимателей. Нас волнует, должно волновать, по крайней мере, я надеюсь, что волнует большую часть граждан, что ответные действия террористических организаций, которые были направлены раньше на Сирию, перейдут на Россию. Недовольство исламистов или просто обычных мусульман действиями США, Евросоюза, будут переключены на Россию. Там недовольство в связи с тем, что наплыв этих мусульман-иммигрантов, их там не принимают, против них выступает общественность. Это, конечно, отзывается недовольством в исламском мире. Но теперь все это недовольство замкнуто на Российскую Федерацию. Разве не так? Разве мы даже по своим телевизионным каналам этого не замечаем? Что у нас, хоть там и клянутся в верности настоящему, хорошему исламу, что мы готовы с ним вместе быть. Один даже политолог сумасшедший объявил о необходимости альянса между православными и шиитами. То есть влезть в этот раскол исламский и там встать на одну сторону, то есть влезть фактически во внутриисламскую войну. Вот этот бред источается прокисшими мозгами привластных болтунов, можно сказать. Это уже не политологи, это не философы, это не ученые. Это просто болтуны, которые не понимают или не желают понять, или может быть их непонимание хорошо оплачивается, что Россия ввязалась в длительный период войн, длительный период террористической опасности. И она к этому абсолютно не готова, потому что никто и не готовил. А кто у нас прежде всего задействован в Сирии? Задействованы структуры господина Шойгу, нерусского человека, который возглавляет российскую армию, ни дня не прослужив в ней и вообще ничего не понимая в военном деле. Ничего, уверяю вас. Это человек с абсолютно стерильными мозгами. Он нулевой управленец, зато хороший пиарщик. Он, когда возглавлял много лет Министерство по чрезвычайным ситуациям, вот чем он там занимался, сплошным пиаром. Собирал трупы. Никакой реальной работы это министерство не вело. Да, работали службы пожарного, службы спасения, они работали и раньше без всякого министерства. А вот то, что туда привнес Шойгу, это только пиар, только пиар. И сейчас тоже в армии только пиар. Да, есть высокотехнологичная техника, так она применяется не по назначению. Она предназначена для серьезной войны. А здесь бомбят пустыню. И эти бомбардировки уничтожают, в том числе и национальные достояния Сирии, а вовсе не командные пункты боевиков, которые таковых пунктов просто не имеют, потому что там нет единого руководства, потому что там нет единой инфраструктуры. Да, может быть какие-то военные объекты и разбомбили за последнее время, но реально там идет война с пустыней, с пустым местом, пустыня, пустое место. И спрашивается, понимает ли это Шойгу? Я думаю, что он ничего не понимает. Ему важно отчитаться, какое количество бомб сброшено и сколько там бензовозов подорвано. Разве это настоящая война для того, чтобы задействовать стратегические бомбардировщики и там самые лучшие произведения технической мысли, которая у нас в металле воспроизведена в военно-промышленном комплексе. Разве это повод? Разве это война, в которой участвуют только одни самолеты? Что это за бред? Вот Шойгу абсолютно деградированный человек, с деградированной совестью. Я напомню его участие в событиях 93-го года. И когда, собственно, министерство-то это было создано как альтернативная вооруженная группировка, на которую опирался Ельцин, и оружие было роздано тогда именно Шойгу в 93-м году. Расстрелян парламент, а всякой шантропе роздано было оружие. Я напомню об этом. То есть совести там нет и рядом никогда не стояло. Профессионализма нет никакого, потому что кроме пиара Шойгу ничем не занимался. Но еще известен своей крайней грубостью по отношению к подчиненным. И полное отсутствие какого-либо понимания военной стратегии, военного дела. А кто еще должен был предупредить, сказать хотя бы этим тупицам, что если вы воюете рядом со стороной НАТО, то от нее вы можете получить тот самый удар в спину, который вы обязаны были ожидать и не поворачиваться спиной. Кто должен был? Служба внешней разведки. Кто ее возглавляет? Бывший премьер-министр еврей Фродков. Он тоже не относится ни к русской культуре, ни к русскому менталитету, в котором нравственное поведение является обязательным. Это человек абсолютно ничего не понимающий в деле разведки, а тем более и в военном деле ничего не понимающим. Служба внешней разведки должна была бы сообщить, ну хотя бы на уровне аналитики, что такими вещами нельзя заниматься, полетами самолетов вдоль границы Турции, нельзя заниматься, потому что подстрелят. А если вы готовы к тому, чтобы подстрелить, вы должны были бы быть готовы и к тому, чтобы тех, кто в вас стрелял, тут же погасить, тут же ответным ударом. Еще ракеты только запустили и пошли в цель, в хвост нашей сушки, уже наши ответные действия произошли, и эти истребители, которые потушили нашу сушку, до своих аэродромов не долетят. Вы этого не понимаете, не желаете этим заниматься. Я могу сказать почему, потому что на это нет никакого заказа. От Путина на это заказа нет. От него есть заказ только на риторику. И сам он предъявляет только риторику никаких реальных дел. Вообще никаких. Кто думает, что Путин делает хоть что-нибудь полезное, ошибается. Он делает один только вред для России. Любую отрасль государственной деятельности возьмите. Там, где есть след Путина и путинистов, там сплошной провал. Сплошной и тотальный. Политическая некомпетентность высшего руководства Российской Федерации очевидна. Вы что, не знали, кто финансирует террористов? Вы не знаете, откуда взялась эта группировка ИГИЛ, откуда оружие, откуда деньги, откуда возможность наемников собирать по всему миру, в том числе и в Российской Федерации до двух тысяч человек, как сам Путин признался. Так оказывается, источник терроризма вот здесь находится. Две тысячи боевиков здесь сагитировали поехать. А может реально значительно больше. Может быть там уже пять тысяч, те, кто приехал из Российской Федерации. Вы на дальних подступах тушите терроризм. Так он вот здесь у вас, на Кавказе, пожалуйста. Вот те люди, которые отсюда приехали и вступили в ИГИЛ, они вернутся обратно и будут здесь мстить. Так же, как Россия мстит за свой бомбардировщик, эти будут мстить за свои бензовозы. Вы думаете, будет как-то по-другому? Почему высшее руководство страны не знает, что Соединенные Штаты являются стратегическим противником Российской Федерации, а вовсе не партнером? Что Турция является членом НАТО и исполняет поручения американского руководства. И что, конечно, наша сушка была сбита вовсе не по случайному совпадению и не по какому-то регламенту, который автоматически сработал. Им было поручено, и они выполнили это поручение. Они сбили наш самолет именно по поручению американского руководства, точнее той закулисы, которая принимает решение. Не Обама же, это обезьянка, которая прыгает туда-сюда и с трудом справляется со своими обязанностями вот такого всеамериканского пиарщика. Но получается, что у нас тоже такая обезьянка, тоже такая же, только еще более тупая, еще менее владеющая словом, менее владеющая ситуацией. Там хоть какой-то сектор политической активности выделен официальному президенту Соединенных Штатов, а у нас вообще нет. У нас только одна болтовня и разрешение беспрерывно врать. Что и мы видим, вот я, по крайней мере, вижу в этом послании. Все сплошное вранье. Или тупость. Предложения, которые уже сто лет существуют, и вот теперь они, наконец, высказаны, они добрались до бумажки, которая была написана спичрайтерами. Вы думаете, это Путин все обдумал, то, что он там продиктовал, с бумажки прочел? Да нет, конечно. Ему пиарщики написали. Людей волнует вот это. Людей волнует состояние судебной системы. Ну, давайте мы какое-нибудь предложение сделаем. Ну, какое предложение? Ну, вот два момента. Декриминализация некоторых уголовных статей по мелким правонарушениям, то есть перевод их в административную сферу, а потом за повторное тогда уголовное дело. И небольшая реформа. Давайте расширим применение коллегии присяжных, только уменьшим ее количество. Уже все эти предложения сто лет, как высказывались, существуют, обсуждаются. Но самая главная проблема, что в России нет судебной системы. Вообще нет судебной системы. По моей, к сожалению, уже довольно большой практике участие в судебных процессах, слава богу, не как подсудимого, ну, как подсудимого тоже было административное правонарушение, там запрет книги административное правонарушение, по этому опыту я могу сказать, судьи всегда на стороне неправды, на стороне беззакония, на стороне преступника. Я не видел ни одного исключения. Может быть, они где-то есть. Может быть, там, где убийство, есть труп, есть преступник, который во снем сознался, его на месте преступления задержали. Наверное, там все по справедливости, потому что уже по-другому нельзя. А вот там, где есть лазейка для несправедливости, там, где есть лазейка для беззакония, судья лезет именно в эту лазейку. Потому что она оказывается гораздо шире, чем тот путь, который должен быть открыт. Судить по закону, по закону справедливости, по нравственной позиции, которая должна быть у каждого человека, который к этому делу приставлен. А у нас этого нет. У нас и не учат этому, и не учат. Какая нравственность у людей в мантиях? Вы что, ее там и рядом даже не стояло, и не лежало. Поэтому и профессионализм нулевой. Ну, я понимаю, в уголовных делах там можно быть профессионалом, потому что кодекс вот такой тонюсенький. А по гражданским делам нулевой профессионализм. Потому что надо знать, знать свое дело. Если это касается вопросов собственности, вопросов производства налогов там и так далее. Это дело надо знать, это дело надо изучать. Суде этим не занимаются. Зачем им этим заниматься, когда им все время объяснят через конверт, куда нужно склонить решение суда. Вот с помощью конвертов и регулируется все наше законодательство. А если это не регулируется, то есть если у той и другой стороны нет вот этого конверта, который можно передать судье, тогда судье все это скучно. И судью, все время хочется сказать ее судью, потому что у нас мужчин, судей практически не осталось. Больше 80% это женщины, которые, видимо, имеют какие-то еще проблемы в личной жизни, или они возникают именно в связи с их профессиями. У судей нет никакого интереса разбирать какие-то споры между лицами, которые не имеют экономического потенциала и не смогут расплатиться прямым путем или косвенным путем, как угодно. Все эти процессы судей раздражают, они считают, что им мешают работать, что вот ходят тут всякие со своими бумажками, со своими мелкими проблемами, мешают жить. Вот такое состояние судебной системы. По турецким делам мы как будто все время просим весь мир, составить коалицию вокруг чего? Вокруг политики Российской Федерации? Так этого не будет, потому что никаких дружественных отношений вы ни с кем не наладили. Даже с Китаем, которому сто раз кланялись, с Евросоюзом, в который не пускали Европу, но сами кремляне туда ездят, там их собственности, там все их ценности не здесь. Там живут и работают их ближайшие родственники, дети, внуки, там их виллы находятся, им здесь делать нечего, здесь им так скучно, так же, как судьям скучно судить наши проблемы гражданских отношений. Так же и правителям Российской Федерации, на каком бы уровне правления ни были, даже если возглавляют какой-то замухрышистый район в отдаленных территориях, их интересы все равно не здесь, а там. Поэтому с кем вы собираетесь дружить? Вас собираются покорять, и совершенно откровенно это демонстрируют. Вы же не можете слово сказать. Вы начинаете говорить о замечательном турецком народе, когда? Когда вы уже сказали тысячу слов против турецкого народа, а по поводу Эрдогана сказали уже, что мы не собираемся его свергать, и не требуем его отставки. Когда надо было сказать прямо противоположное, надо было сказать, что действия Эрдогана противоречат интересам турецкого народа, что членство Турции в НАТО приводит к авантюрным действиям в пользу закулисного или заокеанского соседа. Вот этого не было сказано. И только в послании федеральному собранию поклон в адрес проявления ненависти к нему. Вот при чем здесь сбитый наш бомбардировщик и те, кто производит турецкие помидоры? Какая разница? Почему вдруг эти помидоры стали некачественными? Почему все товары из Турции вдруг стали некачественными после того, как Путин решил отомстить за наш самолет? Это же бред. Вы начинаете мстить народу вместо того, чтобы принимать акции против действующей власти, против правительства Эрдогана, который находится полностью в зависимости от правительства США и полностью в рамках вот этих закулисных союзнических отношений, в рамках НАТО. Вы противопоставляете народы вместо того, чтобы противопоставлять интересы конкретного правительства интересам нашего народа, нашей нации. Вы в таком случае никогда и нигде не получите союзников, потому что общественное мнение всегда будет против вас. И поэтому говорят о непредсказуемости Путина и Российской Федерации, потому что здесь нет предсказуемости, которая была бы рациональна. Здесь сплошной иррационализм. Сплошной иррационализм. Это следствие глубокой безнравственности и глубокого непрофессионализма, как лично Путина, так и всего его окружения, которая не способна руководить такой большой и в таком глубоком кризисе находящейся страной. Это требует смены руководства. Вот о чем я говорю постоянно. Эта группировка, эта чиновничья генерация ни на что не способна. Требуется кадровая революция. Она невозможна без политической революции, без того, чтобы эта группировка не отошла в сторону и не уступила власть поистине русским людям, профессионалам своего дела. Таких в стране пока еще достаточно. Все меньше и меньше, потому что их затаптывают, потому что система образования полностью разрушена. Она не производит новых специалистов. А старые специалисты выбывают по возрасту или просто их снимают с должностей, вышвыривают за пределы управленческой системы. Пока еще есть специалисты. Пока у нас есть еще шанс разобрать вот те мерзости, которые натворила ельцинско-путинская группировка. Пока еще есть. Поэтому я призываю людей, надо участвовать в русском движении, чтобы этот шанс использовать. Потому что пройдет еще немного времени, и этот шанс будет закрыт окончательно. Мы уже утратили многое, что не сможем восстановить. Может быть, никогда не сможем восстановить. Роль России, вывести на уровень той роли, которую играла Российская империя, ну, практически это уже фантастика. Это уже практически невозможно. Вот превратиться в такую пародию, в карикатуру на Соединенные Штаты, вот это то, что добивается Путин. Верхняя вольта с ракетами. Уже нет никакого потенциала, никакого ни в чем. Вот кроме ракет, и кроме отдельных образцов военной техники, больше нет ничего. Какая же может быть серьезная роль в мировых делах? Никакой. Я уже не говорю, что есть какое-то чувство такта, которое останавливает государственного деятеля, чтобы он не потерял лицо, чтобы он не совершил таких действий, которые, очевидно, позорны, отдают каким-то дворовым цинизмам. И вот один из таких фактов – это шашни Путина и вот этого комедианта Хазанова в голубой гостиной Кремля, где они припирались, кто кому на голову оденет корону Российской империи. Это оскорбление государственного символа, причем оскорбление, которое даже не замечено как оскорбление, оно не скрыто, оно выставлено на показ. Как вот Путин надевает, как будто это шутовской колпак, корону Российской империи, на роль этого шута. В прошлом, достаточно недавнем прошлом, Хазанов возглавлял еврейскую общину города Москвы, кто не знает. Поэтому у него и менталитет такой, все шуточки ниже пояса. И вот ему на голову корону Российской империи. Ну что это такое? Я сравнил это с тем, что как будто бы президент прилюдно высморкался во флаг российского государства. Большего позора просто представить себе невозможно. Не нас унижает внешние какие-то силы, нас унижает своя собственная, вот эта вот самозванная власть, которая установилась, заползла в Кремль, заползла во все поры государственного управления, и нужна большая чистка. Но без этого невозможно сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Вот это бла-бла-блан в послании федеральному собранию, ведь ничего не решает, никаких фундаментальных решений, ничего нет. Мы будем мстить не только помидорами, но и разными другими средствами. Кому вы будете мстить? Турецкому народу, который тоже находится под игом своей собственной олигархии. Очередная ложь. Вот все цифры лживы стали. Росстат превратился в обслуживающий персонал вот этой пиар-компании, которая называется Правительство Российской Федерации и Администрация Президента Российской Федерации. Это просто пиар-компания. Ах, у нас замечательно все в производстве сельскохозяйственной продукции. Доходы от экспорта аграрной продукции превысили доходы от экспорта оружия. Так вы скажите тогда, какие масштабы-то? Может быть, у нас производство вооружений на внешнем рынке перестало котироваться? Что, собственно, мы продаем? Если сельское хозяйство в полнейшем упадке, в технологической деградации полнейшей, заросли поля, я своими глазами видел эти, там уже деревья толщиной в такую человеческую ногу крупного культуриста. Разве что-то изменилось в сельском хозяйстве? Разве производство продукции сельского хозяйства действительно выросло? Да что же вы все время врете? Что же вы все время врете? Если выросло, то не надо было бы тащить мясо из Аргентины и Бразилии взамен того, который тащили вот здесь поблизости из Европейского Союза. Если бы оно выросло, тогда вопрос о турецких помидорах не поднимался, потому что кормили бы население своими собственными помидорами. Что же вы все время врете? Точно так же вы все время врете по поводу демографической политики. У нас, оказывается, на 5 лет выросла средняя продолжительность жизни за 10 лет. Это огромные темпы, это мы по темпам роста впереди планеты всей. Это бред сивой кобылы. Понимаете? Мы живем в состоянии демографической катастрофы. И что в ответ предлагает Путин? Свою старую, уже замызганную, никому не нужную, не сработавшую идею материнского капитала. Ее отменить, конечно, уже нельзя. Поэтому каждый раз Путин будет выходить и говорить, мы решили еще на 2 года продлить. Да это бред сивой кобылы. Продлить надо навечно. Только размеры материнского капитала изменить и порядок его выплаты совершенно должен быть другой. Совершенно другой. Вы понимаете? Народ перестал в неволе размножаться. Как его побудить к этому размножению? Во-первых, освободить от неволи. Путин тут сказал, мы все равно должны быть свободной страной, мы с ценностью свободы. Опять вранье. Ну какая свобода, если за политику судят людей беспрерывно? Если воровство кругом, если коррупция кругом, какая может быть свобода в воровском государстве, где воры приняты в Кремле, где их принимают как дорогих гостей, где не сажают в тюрьму изменников родины вроде Сердюкова, где тупицы на высших государственных должностях, люди абсолютно необразованные и не имеющие никакого понятия о сфере деятельности, в которой они заняты. Никакой свободы быть не может. Я утверждаю, нет никакой политической свободы. И то, что Конституция у нас есть, все, что там записано, это фикция, это бумажка, которую можно выбросить. Поэтому в судах не используется Конституция, потому что она неинтересна судьям, она неинтересна чиновникам. Если вы сошлетесь на какую-то статью Конституции, плевать хотели чиновники на эту Конституцию. И Путин, который каждый раз, когда избирается президентом, клянется на этой Конституции, повторяет строки из этой же Конституции, возлагая руку на Конституцию, как на Библию, что является бредом, конечно, потому что Конституция не является священным текстом, это всего лишь основной закон страны. Так он не исполняет этот закон, он инициирует законы, которые нарушают Конституцию, приписывают огромные полномочия президенту, которые в Конституции не указаны, в Конституции исчерпывающей перечень полномочий. Наше государство перестало быть социальным, а это написано в Конституции. Наше государство утратило какую-либо связь, точнее, вот эта государственная власть, утратила какую-либо связь с народом, который определяется как источник власти. Народ не является источником власти. Избирательная система искажена просто до неузнаваемости, она не имеет никакого отношения к Конституции. Спрашивается, по какому закону мы живем? По закону произвола, что называется иначе в риторике Путина ручным управлением. Вот кроме ручного управления, то есть управления по случаю. Вот здесь я считаю так, а здесь я считаю иначе, а вчера я забыл, что было позавчера, и поэтому я принял такое решение. Мы не можем выжить при такой системе управления. Закон упрощает систему управления. У нас же, поскольку закон в полном пренебрежении, все перекорежено так, что надо исправлять. Исправлять надо железным исполнением закона, другого закона, не тех законов, которые понапринял мало, а вот эта вот Халуйская Государственная Дума. Там поток просто бреда идет, который законодательство калечит ужасным образом. И вот в связи с этим, в связи с крайней необходимостью смены государственной власти, крайней необходимостью кадровой революции, мы должны обратиться на себя прежде всего. Мы, народ, должны сами ощутить вот этот недостаток, вот эту неприемлемость нынешнего положения дел. И прежде всего, русские люди должны обратить внимание на русское движение. В каком состоянии находится русское движение? Действительно, он находится в состоянии упадка. Да, мы выявили разных проходимцев и авантюристов, которые внедрили в нашу среду и пытались маргинализовать и в значительной степени достигли успеха. Русское движение стало маргинальным, из него разбежались интеллектуалы, и они никак не соберутся вновь, чтобы составить такой мозговой трест, мозговой штаб русского движения. Где этот трест? Где? В чем? В каком институте он организуется? Да, есть некие структуры, которые пытаются что-то собирать. Русский национальный фронт, постоянно действующее совещание национально-патриотических сил, но не получается. Московский экономический форум там отчасти пытался решить эту проблему. Не получается, интеллектуалы не втягиваются, прежде всего молодые интеллектуалы не втягиваются в эту среду для того, чтобы формулировать задачи текущего дня, для того, чтобы формулировать образ будущего без путинской олигархии. Поэтому русское движение остается маргинальным. Но и те, кто был в русском движении, во-первых, проявляют крайний эгоизм в социальных сетях, которые предлагают нам широчайшие возможности для компоновки будущих организационных структур. Ничего не происходит, каждый сам за себя, не поддерживают никого, не читают, пишут свои идиотские комментарии, даже не читая тех материалов, которые публикуются. Зато читают всякий бред, языческий бред по поводу истории, всякие домогательства до русской истории дискредитирующие, всякую чушь собачью про инопланетян, Гитлера, который, оказывается, выжил и бежал куда-то, про фашистов, которые все еще в Антарктиде в каких-то пещерах сидят. И вот весь этот бред концентрируется в полную неспособность к объединенным действиям. Интеллект заполнен всяким шлаком, который потребляется все еще из системы телевидения. И этот шлак просто потоками переходит в социальные сети и там воспроизводится по сто раз. Люди абсолютно некомпетентные ни в чем начинают высказывать суждения по всем вопросам, которых бы они ни касались. И даже не пытаются заниматься самообучением, не прочтя ни одного даже учебника в какой-нибудь сфере, обязательно высказывают свои суждения. И вот это самое главное, вот этот эгоизм суждений, который растворяет вообще все общественное мнение, оно исчезает, его нет, потому что нет никаких авторитетных мнений, каждый сам себе авторитет. Поэтому для русского человека важнейший момент это самообучаться, находить для себя авторитеты и опираться на них, уважать интеллект, уважать образованность и образовываться самим, быть вместе именно вокруг каких-то интеллектуальных истин, которые достигнуты уже человечеством, и в философской мысли, и в исторической науке, и в понимании того, что есть Россия на сегодняшний момент. Сказывается также нетерпение русских людей. Покажите мне победу, завтра она должна состояться. Проходит три года совместной деятельности, и человек устал. Он не увидел победы, он увидел репрессии, которые ведутся против русского движения, против конкретной русской организации. И он устал, он уже не может ничего делать, он уже не может в социальных сетях работать, потому что у него есть жена, дети, и вообще он занимается какими-то другими вопросами. Он устал, потому что надо проявлять постоянную активность, надо куда-то приезжать, надо приходить хотя бы раз в полгода на какие-то акции. Люди вот устают, нет победы, мы устали. А вы не устали от того, что над вами издевается вот эта кремлевская шайка, кремлевская олигархия, кремляне или кремлять, как грубее теперь говорят. Вы не устали от этого? Вы устали от политики. У России исчерпан лимит на революции, а лимит на издевательство над Россией и русским народом не исчерпан. Терпение ваше не исчерпано, ваша деятельность будет когда-нибудь направлена на то, чтобы Россия вновь стала русским национальным государством, как это было в Российской империи. Вы ценности своей истории защищаете, поддерживаете, изучаете, отстаиваете. Если нет, то какие же вы русские? Тогда вы увядающие потомки прежде великой нации. И тогда гибель России предрешена, и тогда все в руках у Путина, и тогда культ Путина будет вот таким последним религиозным убеждением псевдо-русских людей, утративших всякие признаки русского национального самосознания. Поэтому я призываю русских людей быть по-настоящему русскими, быть носителями русского мировоззрения, концентрироваться в русской организации. Кто готов, приходите к нам, в партию Великая Россия. Кто еще не готов, составляйте интеллектуальные группы, объединяйтесь вместе, давайте вместе проводить конференции, встречаться и расшивать те противоречия, которые есть. Я не приглашаю язычников, потому что если человек определяется как язычник, у него с головой уже что-то не в порядке, потому что нет и не может быть на русской почве никакого язычества. Это достояние истории, его можно уважать, но быть язычником сегодня – это шизофрения. Я не приглашаю тех, кто ненавидит Россию в ее имперский период. Я понимаю, можно критически относиться ко многим проблемам того периода, но я не готов дискутировать по поводу тех истин, которые уже русской историографией достигнуты, и понимание русской истории уже есть в работах русских историософов или просто философов. Я не готов ни к каким дискуссиям с людьми, которые настроены антиправославно, потому что православие – это основа русского мировоззрения. А всех остальных я приглашаю сконцентрироваться, собрать силы и собраться вместе.